МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такие машины, которые ценят не за красоту или скорость, а просто за то, что они есть. Четыре колеса, мотор, вместительный салон и, желательно, не менее вместительный багажник. А еще их любят за неприхотливость, надежность и стойкость к жизненным невзгодам. При этом они просто обязаны недорого стоить. Мечтать при всем этом еще и о красоте – это уже слишком. Именно таким был и остается автомобиль, известный на нашем рынке под именем Рено Логан или Логан. Он появился в 2004 году и с тех пор выпускается под пятью марками на девяти заводах по всему земному шару. От Южной Америки до Африки и от Ирана и Индии до Румынии и России. Фактически Логан породил целый класс автомобилей, так называемые бюджетные седаны, по названию самого популярного на развивающихся рынках типа кузова. Сегодня название явно устарело. На платформе Логана за минувшие семь лет построили хэтчбек Сандера, кроссовер Дастер и большой универсал МЦВ, который у нас продают под именем Лада Ларгус. Есть еще и неведомый нашему потребителю развозной фургончик Докер и вместительный компакт-вен Лоджи. Стремясь догнать уходящих в отрыв французов, конкуренты выкатили на рынок свои версии недорогих седанов и хэтчбеков. Но в отличие от дачи, помимо голой функции, не забыли и о красоте. После появления на рынке разнообразных Рио и Солярисов, Логан выглядит уже не столько бюджетно, сколько бедно. И с этим пришло время что-то делать. Это новая дача Логан. Ближайшее будущее давно знакомого нам настоящего. Первое свидание с новой версией мирового автомобильного хита нам назначили в Малаге, на родине Пабло Руиса Пикассо. Этот средиземноморский порт, пожалуй, самый эклектичный город Испании. Его основали финикийцы еще в 8 веке до нашей эры. Потом хозяевами Малаги становились Вертгота, арабы и, наконец, Кастильцы, прародители современных испанцев. Все завоеватели оставили в Малаге следы своего пребывания. Над городом возвышается крепость мавританских королей Аль-Кассаба. У ее подножия лежат руины римского театра 1 века нашей эры. А над равнинной частью города высится один из самых необычных католических соборов – Пламанкита. Арабские и берберские мотивы встречаются в постройках более позднего периода. И все это украшено апельсиновыми деревьями. Как тут не прорасти гению? В таком антураже и на новый Логан начинаешь смотреть, как на диковинные явления в мире изобразительного искусства. Создатели называют этот автомобиль не новым, а тотально обновленным. Однако, сколько машин не рассматривай, очень сложно найти деталь, которой это самое обновление не коснулось. Даже давно знакомая платформа B0 вроде бы технически осталась прежней, но в размерах изменилась, как и весь автомобиль. Длина новой машины выросла на 58 миллиметров. Это примерно вот столько. Но колесная база, то есть то пространство, в котором располагаемся мы, люди, выросла всего на 4 миллиметра. Это примерно как ширина буквы «И» в слове «дача». Или как зазор между фарой и фальш-радиаторной решеткой. А еще новый Логан стал уже на 7 миллиметров и ниже на 17. Это, конечно, немного, но на такие цифры невольно обращаешь внимание. Ведь в современном автомобилестроении при смене поколений принято добавлять миллиметры, а не убирать их. Правда, обнаруженные незначительные минусы заставляют лишний раз порадоваться одному сохранившемуся плюсу. Багажник остался прежним. Правда, теперь нет удобного флажка, за который было так просто открывать крышку. Придется или пачкаться, или хвататься за кнопку. Но за крышкой, как и раньше, 510 литров объема минус то, что потратят на себя петли. Под полом полноразмерная запаска. На крышке нет обивки, а значит, внутренняя ручка не нужна. Главное, не порезаться, когда будешь закрывать крышку багажника. Вообще, игра в цифры настолько захватывает, что подсчитывая количество, можно запросто забыть о качестве. Пространства для задних пассажиров тоже много. Сейчас около 20 сантиметров. Раньше мы умудрялись намерить и чуть-чуть больше. Но главное, что по-прежнему, сидя за рослым водителем, не достаешь коленями до спинки передних сидений. А крыша, хотя и стала ниже по цифрам на 17 миллиметров, но все равно здесь достаточное место даже для довольно рослых людей. Но это еще не главная новость. Главное, что теперь задние сидения складываются. Чтобы этому процессу не мешал ремень безопасности, его можно зафиксировать. Здесь есть специальное углубление для пряжки. А сама спинка разделена на две части в соотношении 60 на 40. Приятно, что в процессе обновления и оптимизации бюджетов не забыли и о безопасности. Теперь для каждого из трех потенциальных пассажиров предусмотрен отдельный регулируемый подголовник. Есть хорошая новость и для водителя. Благодаря вот этому дополнительному уплотнителю есть надежда, что зимним утром снег будет все-таки реже попадать в салон. Впрочем, есть известия и не столь радостные. Точнее, тревожно-непонятные. Например, неясными остаются мотивы конструктора, оставившего петли капота на улице. Или специалисты по аэродинамике, которые решили, что зеркала такой формы не будут шуметь. И уж совсем туманными остаются мотивы дизайнеров, которые подарили новой даче и выражение лица, знакомое Палладе Гранта. В отличие от старомодных ручек или примитивного лючка-бензобака, это даже экономии не объяснишь. После всех этих вопросов в интерьер заглядываешь с опаской. Внутри новое органично сочетается с давно знакомым, но первое все же превалирует. Можно успокоиться и выдохнуть. Чудеса не бывает. И интерьер Логана наглядное тому доказательство. Бюджет, как известно, не резиновый, а значит, в бюджетном автомобиле не место мягкому пластику. Его здесь и нет. Здесь все достаточно жесткое, собрано не так уж плохо. И если бы не болтался блок климат-контроля, можно было бы сказать, что все вообще прекрасно и здорово. Здесь остались все привычные владельцам Логанов эргономические решения. Руль, как и раньше, регулируется только по высоте. Но для того, чтобы водительское кресло поднять выше или опустить ниже, нужно в нем пристать подпрыгнуть. В общем, все это не очень удобно. А там крата как не было, так и нет. Клавиши стеклоподъемников по-прежнему на центральной консоли. Здесь же выключатель круиз-контроля. А кнопки на руле, несмотря на значки плюс и минус, никакого отношения к регулировке громкости не имеют. Вот это все тот же круиз-контроль. Ну, а главная жемчужина у дорогих версий нового Логана – это мультимедийный экран с системой навигации, функции тачскрин и USB-разъемом. И даже есть здесь разъем AUX. Выглядит экран как настоящий бриллиант, случайно забытый в магазине китайских игрушек. Хотя это несоответствие явно из приятных. Экран работает без изнуряющих задержек, а фирменная навигационная система MediaNavi может и не образец красоты. Зато картография уже покрывает с точностью до дома территорию, на которой проживает 73% населения нашей страны. За это можно просить и нарочитую блестящесть отдельных элементов интерьера, и спрятанный в тени баранки блок управления магнитолой, и клаксон, по-прежнему расположенный на торце левого подрулевого переключателя, и не очень ровную строчку на сиденьях. С какой стороны ни посмотри на лицо все признаки бюджетного автомобиля, пусть и тотально обновленного. В общем, с логаном поступили, как с надоевшим рисунком на Ватмане. Взяли ластик, все, вытерли и поверх старого контура нарисовали новую машину. Но Ватман-то остался прежним. С другой стороны, это означает, что новая машина должна ездить не хуже старой. И это нас, в общем, устраивает, потому что нынешний прописанный в России Рено Лаган ездить умеет. Доставшаяся нам для близкого знакомства версия называется TCE 90 Эко 2. Название, которое не предвещает ничего хорошего. Под капотом этой машины трехцилиндровый двигатель, рабочим объемом 898 кубических сантиметров. У уважающих себя мотоциклов и то больше. Производит он на свет 90 лошадиных сил, но, в общем-то, это ничего не значит, потому что никакой эластичности у трехцилиндровых моторов никогда в жизни не было. И этот недалеко ушел от своих прародителей. Вдобавок, это приставка Эко, которая вроде бы требует от него экономии топлива. В общем, на практике это означает, что водитель только тем и занимается, что переносит руку с руля на рычаг коробки передачи и обратно. Благо, нести эту руку недалеко. В принципе, если орудовать рычагом и педалями достаточно усердно, можно выжать из Логана, обещанной производителем 135 ньютон-метров, и разогнаться до первой сотни километров в час за 11,1 секунды. А вот чтобы удержать расход топлива на уровне 5,2 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле, придется разыскивать слева от руля клавишу экономичного режима. Правда, темперамент у мотора такой, что ни искать, ни нажимать эту кнопку не хочется. Отдадим должное создателям. Им удалось подружить даже такой ленивый мотор с коробкой передач, и проблем даже при движении по горной местности не возникает. А экологов приходится поминать недобрым словом, разве что на подъемах. Моторчик, конечно, ощутимо сникает. Эти перепады настроения происходят совершенно внезапно. Только вроде бы показалось, что инерции хватит для того, чтобы лихо взлететь на очередную горку, но вместо этого следует жестокая кара за самонадеянность. И это особенно обидно, потому что рулится Логан так, что на нем хочется ездить. Особенно по такой дороге. Невзирая на то, что в названии этой модификации есть мало того, что слово ЭКО, так еще и с цифрой 2, создатели не стали отказываться от гидроусилителя руля и заменять его электрическим. И правильно сделали. По сравнению с предшественником, этот Логан, по моим ощущениям, стал прозрачнее. Он чуть лучше чувствуется, на руле чуть больше информации. Но вспоминаешь об этом только когда начинаешь ехать уж очень быстро. И вроде бы сначала думаешь о том, что же такое происходит, но потом понимаешь, что ты просто заехал в этот поворот гораздо быстрее, чем, в принципе, было нужно. Европейцев можно поздравить. На цивилизованных рынках, на которые поставляются только модификации, соответствующие нормам Евро-5, система стабилизации будет включена уже в базовую комплектацию. Правда, именно для Европы основным может стать турбированный, но все равно начисто решенный энтузиазм о трехцилиндровый мотор с неприятной приставкой ЭКО-2. В качестве альтернативы будут предлагать полуторалитровый и весьма тяговитый дизель, который к нам точно не попадет. Не будут наши потенциальные покупатели платить за реальные ньютон-метры. Ну, конечно, главный вопрос к новому Логану. А что стало с этой легендарной плавностью хода, за которую так ценят машину все еще актуального для нашего российского рынка поколения? Могу вам сказать со всей пролетарской прямотой. Ничего страшного не случилось. Логан все так же поглощает неровности практически любого размера, подвеска все так же непробиваема, и я очень надеюсь, что с ней ничего не случится при адаптации к российским условиям. Адаптация – процесс небыстрый, но положительный опыт у альянса Renault-Nissan, которому принадлежит и бренд Dacia, уже есть. В Тольятти успешно собирают, пользующиеся ажиотажным спросом, универсал Lada Largus, построенный на той же платформе B0. У тольяттинской машины, например, усилены рычаги передней подвески, и это никак не испортило ее ездовые повадки. Зато улучшать шумоизоляцию наверняка не придется. Новая Dacia Logan отличается неплохим акутическим комфортом. Шумит разве что ветер в зеркалах, но об этом разработчики, конечно, знают, и давно могли бы все исправить, если бы хотели. В кулуарных беседах представители марки неоднократно намекали, что следующий Renault Logan будет отличаться от машины, которую мы обкатывали на дорогах Андалусии. Это, конечно, не последняя наша встреча с этим автомобилем. Даче Logan предстоит проделать непростой путь, переехать в Россию, сборка этой машины будет налажена в Тольятти, перед этим обещают кое-что изменить в конструкции этой машины, адаптировать ее к нашим условиям и к нашим потребителям. Все это случится не раньше 2014 года, так что придется запастись терпением и надеяться, что не станет хуже, чем было. Конечно, вопросы к новому Logan остались, но все их легко перекрывает один. Существует ли машина, которая подобных вопросов не вызовет? И сам же себе ответил. Конечно, существует. Более того, таких машин много, но все они стоят существенно дороже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова